Сериал «Прогулки с динозаврами» сильно повлиял на меня и на мою любовь к динозаврам. Да и не только к динозаврам, а вообще к животным. Прогулки с динозаврами даже через 20 лет продолжают вдохновлять людей и по сей день. Но, к сожалению, это слишком большой срок, и палеонтология за это время продвинулась куда дальше. И сегодня мы знаем куда больше интересного из жизни нашей древней планеты, чем тогда. Будет интересно узнать, какие научные ошибки возникли спустя столько лет. Давайте погрузимся в Антарктику и узнаем, какие есть научные ошибки в пятом эпизоде «Прогулок с динозаврами» под названием «Духи ледяного леса». Начиная разбирать документальный фильм, естественно, все начинается с ошибок в датировках или местах действия, в которых происходит событие. Например, в документалке нам сказали, что действия происходят в Антарктике. Антарктика. 106 миллионов лет до нашей эры. Но если быть точнее, то в сопутствующей книге по этой документалке было сказано, что действия эпизода проходят в Австралийско-Антарктическо-рифтовой долине. Можно ли это считать за ошибку? Не знаю, однако в любом случае это просто интересный факт. Вначале нас знакомят с маленькими и миленькими лилинозаврами. Лилинозавры. Есть предположение, что у лилинозавров могли быть перья, чтобы согреться, однако это всего лишь предположение. Недавние исследования, касающиеся терморегуляционных способностей динозавров, показали, что не только перья могут согревать динозавров. Например, существовали динозавры без плотного перистого покрова, которые при этом тоже населяли холодные земли. Поэтому не факт, что лилинозаврам нужны были перья, так как наличие перьев это не обязательно для выживания в более холодных широтах. Интересно также и то, что лилинозавры жили от 118 до 110 миллионов лет назад, а в документалке сказано, что действия происходят 106 миллионов лет назад. То есть, лилинозавра там быть уже не должно, так как они уже вымерли к тому времени. Что еще интересного, здесь очень много внимания уделяют поведению лилинозавров, говорят, что они могли объединяться в кланы или там семейство, или ставить часовых, как сурикаты. Однако этому нет никаких доказательств, но как спекуляция очень даже интересно. Нам рассказывают, что лилинозавры заметили кулазуха, и с кулазухом тоже есть свои ошибки, так как он жил в Аптском ярусе, а действия серии происходят в Альпском ярусе, когда кулазухи уже давно вымерли. Предполагается, что его исчезновение произошло из-за того, что температура повысилась настолько, что их среда обитания оказалась просто под угрозой. Также, в принципе, можно предположить, что крокодиломорфы, которые колонизировали этот район и превзошли кулазухов, в принципе, могли бы быть в сериале. Даже диктор мелькому упомянул крокодиломорфов в программе, говоря, что якобы крокодилы вытеснили амфибий. Конкуренция со стороны крокодилов практически повсеместно привела к вымиранию этих потрясающих животных. Однако, темноспондилы и крокодиломорфы, как известно, сосуществовали и раньше, в более ранние периоды мезозоя. Что говорит нам о том, что кулазухи, скорее всего, не исчезли в результате их появления и конкуренции, как нам говорит диктор. Однако, разные климатические адаптации между двумя этими группами позволили кулазухам жить настолько долго, ибо они были в почти изолированной среде. Кстати, такая же интересная информация о динозаврах есть у меня в телеграмме. Ссылка в комментариях. Конечно же, как же нам не упомянуть так называемого полярного аллозавра? Полярный аллозавр. На самом деле, этот полярный аллозавр был основан на кости лодыжки, которая во время создания сериала считалась костью аллозавроида. Однако, теперь эту косточку отнесли к группе терапот, известных как мегарапторы, классификация которых до сих пор распаривается. Интересно еще и то, что эта самая кость лодыжки, якобы аллозавра, датируется ранним альпским ярусом, а не поздним, где, как говорят, происходит действие этого эпизода. Рассказчик говорит, что Туатара появилась задолго до появления динозавров. Туатара или Гаттерия. Это древние рептилии возникло задолго до появления динозавров. В реальной же жизни Туатара впервые появился вообще в Меоцене спустя много миллионов лет после вымирания динозавров. Следует также обратить внимание и на больших мальчиков-мутабурозавров. А на открытых пространствах стадо мутабурозавров изнывает от кровососущих насекомых. У него тоже немало ошибок, связанных с его внешностью. Например, мутабурозавр изображается, ну, таким слишком коренастым. Да и к тому же, он должен быть полностью двуногим, бипедальным, а не частично двуногим. Однако, во время создания этой документалки, эта теория все еще обсуждалась. Кроме этого, в сериале нам показывают, что у мутабурозавра были шипы. Однако, у него не было никаких шипов на большом пальце, как нам показывают в сериале. Еще нам сказали то, что мутабурозавры были мигрирующими. И отправляются в длинные странствия к северу. Однако, нет вообще никаких доказательств того, что мутабурозавры были такими странствующими. Поскольку окаменелости были обнаружены только в Новом Южном Уэльсе и в Квинсленде. Без каких-либо доказательств их присутствия в Антарктиде или даже на юге Австралии. Однако, это в принципе было возможно. Я бы назвал это скорее спекуляцией. В конце эпизода говорится, что климат на Южном полюсе становится только холоднее. Что приводит к вымиранию живших там животных. Но впоследствии дальнейшее похолодание на Земле погубит пышные антарктические леса. А без них эти уникальные динозавры будут обречены на вымирание. Однако, на самом деле, все происходило в точности да наоборот. Южный полюс на самом деле становился только теплее на протяжении остальной части мелового периода. И начал замерзать только после Эоцена. А это уже намного позже вымирания динозавров. Надеюсь, вам понравилось видео. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, не забудьте про колокольчик и ссылку на телеграм-канал в комментариях. И, конечно же, помните, думать полезно.